МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новостей на телеканале Угнецк ТВ в студии Ильхам Нигматуллин. И Дарья Человекова. Сегодня выпуски. Профилактическое мероприятие автобус. Сотрудники госавтоинспекции проверяют транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки. Как добраться до врачей? Женщина-инвалид. Обращать внимание ответственных лиц на состояние пешеходной дорожки, ведущей в клиническую больницу номер 8. Поселение утопает в мусоре. Жители деревни Писково сетуют на то, что вывоз бытовых отходов у них осуществляется редко. Кто же пострадавший? В Боровском районе в эти дни разгорается скандал, связанный с ДТП, которого, как утверждают местные жители, не было. Местным происшествием стал въезд в коттеджный поселок Акуловские пруды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В четверг на 107-м километре Киевского шоссе неподалеку от Добринского поста МЧС сотрудниками госавтоинспекции было проведено профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на выявление водителей, допускающих нарушений при осуществлении пассажирских перевозок. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД России по Калужской области проводится ряд профилактических мероприятий в Боровском, Малорославецком, Жуковском районах, а также в Обнинске. Представители госавтоинспекции проверяют документы водителя, а также техническое состояние транспорта. В ходе рейда, проведенного на трассе М3 «Украина», был выявлен нарушитель федерального закона, запрещающего осуществлять пассажирские перевозки с водительским удостоверением иностранного образца. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Индивидуальный предприниматель нанял гражданина Украины с водительским удостоверением Украины. Он не имеет права осуществлять коммерческие деятельности на территории Российской Федерации. Во время таких плановых рейдов внимание уделяется соответствию конструкции автобусов, требованиям безопасности, а также правомерности допуска водителей к работе. Кроме того, как рассказал старший государственный инспектор отдела ГИБДД по Калужской области, в число частых нарушений входит и несоблюдение режима труда и отдыха. К примеру, в результате аварии, случившейся 1 августа на трассе М3 Украина, погибли три человека, находившиеся в маршрутке. Микроавтобус Вольцваген покасательный врезался в припаркованный КАМАЗ. Водитель пассажирского транспорта заснул за рулем и заметил грузовик. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Жительница Обнинска, позвонившая в нашу программу, обратила внимание журналистов на состояние пешеходной дорожки, ведущей в клиническую больницу номер 8. В чем причина недовольства горожанки, расскажет наш корреспондент Евгения Борода. Чтобы попасть в это учреждение здравоохранения, необходимо преодолеть разбитый асфальт, а также и дыру, где, по видимости, должна была находиться бетонная плита. Такой путь может быть проблематичным для маломобильных групп населения. Миновав это дорожное полотно, необходимо подняться и по полуразрушенной лестнице. Дойти очень сложно. Там вечные препятствия. То есть, вы понимаете, если там лужа, то, значит, когда она замерзает, это скользко. Потом там ее не перепрыгнуть, не обойти. Она занимает все вот это пространство. Либо в грязь приходится идти, либо в лужу. Вот. Здесь под ногами крошево тоже вечное. Почему-то он никогда не подметается, не убирается. Поручней нет. Но на ступенях тоже вот эти открошившиеся камни. Чтобы все-таки подняться по лестнице, женщина приходится держаться за раскрошившиеся перегородки. Специальных период здесь никогда не было, так же, как и пандусов. А на здании поликлиники красуется надпись «Осторожно, осыпается штукатурка». По поводу всех этих проблем Ольга обращалась в администрацию Обнинска, где ей сказали, что за состояние этой территории отвечает руководство клинической больницы. А там ей рекомендовали пользоваться народным лифтом, чтобы не преодолевать каждый раз полосу препятствий. Безусловно, что само здание нуждается в капитальном ремонте, так же, как и прилегающая к поликлинике территория в благоустройстве. А это немалые капиталовложения. Правда, большое количество средств не требуется на уборку территории, а также и на установку лавочек, от которых остались одни опоры. Евгения Бородай, Сергей Мокрецов, Оминск ТВ. Жители деревни Писково сетуют на то, что вывоз бытовых отходов у них осуществляется редко, и поселение утопает в мусоре. Несколько месяцев назад индивидуальный предприниматель, занимавшийся вывозом ТБО, прекратил свое сотрудничество с администрацией сельского поселения деревни Кривская. И теперь эти полномочия переданы другой организации. Как решается проблема, волнующая на протяжении нескольких лет жителей деревни, разбиралась наша съемочная группа. Еще весной жители сельского поселения Кривская жаловались на то, что транспортировка мусора из деревни уже давно не осуществляется. Пропала и часть мусорных контейнеров, поэтому сельчанам приходилось выбрасывать отходы прямо на землю. Как оказалось, вывозом ТБО с этой территории раньше занималась организация ИП Яровой. Однако администрации сельского поселения был расторгнут в контракт с предпринимателем в связи с большим количеством претензий к качеству выполняемой работы. А вот предприниматель Олег Яровой уверен, вывоз мусора производился в соответствии с графиком строго установленные сроки. Также он утверждал, что администрация поселения задолжала ему за предоставляемые услуги более трех миллионов рублей. День через день вывозился мусор и ликвидация свалок, что вот вокруг, это регулярно. Потому что траву косит народ, костры сжечь нельзя, все на мусорные баки тащит, травмы убирают сюда же, диваны сюда же, ветки, опилка, деревья, все сюда же. И все это приходилось убирать. В любом случае этот спор будет разрешен в судебном порядке. А пока вывозом мусора с территории поселения занимается другая организация. Однако жители деревни Писково пока изменений в положительную сторону не заметили. Два прогнивших мусорных контейнера до отказа забито отходами. Местных жителей здесь немного. И нам большинство, так сказать, вот этот весь мусор, дачные участки, а их здесь, так сказать, огромное количество. И получается, что люди, так сказать, то ли ленятся, то ли чего-то, то ли председатели обществ вовремя не заключают договора. Ну, то есть это начинается с весны. И получается, они, значит, по пути едут, и этот мусор весь, так сказать, вываливает нам. Вот. И у нас, значит, две, два приема, так сказать, мусорных отходов. Что одна, значит, помойка завалена, что вторая. Вот. И мы, так сказать, вот уже боремся, так сказать, несколько лет с этим. Вот. То есть ни одна власть сменилась, значит, в Боровске. Сейчас пришел новый, так сказать, глава администрации, весело. Вот. И то есть был я на собрании в Боровске, то есть там собирали старость деревни. То есть, ну, проблемы очень большие. Бродячие собаки растаскивают мусор по всей деревне. Поселили здесь и крысы. На очередном собрании жителей, прошедшем несколько месяцев назад, глава администрации сельского поселения Кривское обещал устранить эту проблему. На днях в деревне Писково началось устройство площадки под новый, вмещающий несколько тонн ТБО, контейнер, который будет здесь установлен уже на этой неделе. Правда, вопрос, будет ли вывозиться мусор с территории сельского поселения регулярно, пока что остается открытым. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Боровский район. В Боровском районе в эти дни разгорается скандал, связанный с ДТП, которого, как утверждают местные жители, не было. Местным происшествием стал въезд в коттеджный поселок Акуловские пруды. Якобы 31 июля под колесами машины председателя местного ТСЖ Николая Базилевича оказался один из жителей поселка Глеб Латышев. Однако другие домовладельцы в один голос твердят, что Латышев попросту оговаривает председателя. В истории этого конфликта разбиралась Екатерина Замахина. В коттеджном поселке, где живут в основном представители интеллигенции, этот случай произвел эффект разорвавшейся бомбы. Но началось все гораздо раньше. Полгода назад в одном из домов поселился некто Глеб Латышев. Мужчина сначала активно шел на контакт с местным товариществом собственников жилья, которое возглавляет пенсионер, а в прошлом военврач Николай Базилевич. В принципе, мы его не знали, мы знали его только по имени Глеб. Но потом выяснилось, что это четырежды осужденный рецидивист. Причем основные его... Ну, то есть он шел по статьям грабежи. Ни одного взноса за вывоз мусора от Латышева жильцы поселка не увидели. Хотя неоднократно напоминали ему об этом. Но сам он продолжал выкидывать пакеты с отходами в общий контейнер. Именно здесь Николай Базилевич и встретил неплательщиков тот самый понедельник, 31 июля. Он сказал, ну, раз вы мне запрещаете, тогда я буду бросать вашу машину. Вот он открыл дверь и бросил свой мусор мне в машину. Я, конечно, был несколько обескуражен этим делом. Ну, и сказал, ну, извините, я тогда буду исполнять роль мусоровоза и отвезу к вашему порогу вот этот мусор. В это время подъехала его машина, супруга сидела за рулем. Вот, я развернулся, поехал. Ну, машина мне превратила дорогу. Я попытался ее объехать, и этот наш житель, Глеб Латышев, преградил мне дорогу. Я остановился, вышел из машины и неожиданно совершенно получил три удара по лицу. Это случилось в час 30 дня. Через три часа на место приехали участковые и опросили сторожа и председателя. Тут услышал шум гамп, выбежал, я смотрю, там уже, ну, происходит, ну, как бы, ну, не мордобой, ну, как можно назвать-то это. Местные жители в тот вечер видели Глеба Латышева. В полном здравии он ездил по территории поселка и даже выбрался на прогулку в Боровск. Поэтому я быстренько приехала сюда. Николай открыл мне ворота, я оставила машину в ворот, зашла к нему. Ну, в это время мы услышали шум во дворе, выглянули в окно и увидели, как Глеб три ведра мусора бросил на участок. Вот, конечно, человек со сломанными ребрами, как потом оказалось, и он бы не смог бы такое осуществить. В 16.40 я выезжал из поселка и остановился рядом с ним, он сидел на лавке, я остановился рядом с ним, и у нас была беседа. Он был, чувствовал себя вполне хорошо, был жив-здоров. У меня есть запись видеорегистратора этой беседы. О здоровье Глеба Латышева жильцы поселка говорят не зря. Именно в тот вечер с виду абсолютно здоровый мужчина внезапно занемок и обратился в районную больницу, утверждая, что еще днем он оказался под колесами машины Базилевича и получил серьезные травмы. С якобы предварительный диагноз перелом ребра, тупая травма живота и внутрижелудочные колесения под вопросом. Ничего такого не было абсолютно. Он был совершенно здоров, не хромал, не заикался, никаких кровоподтеков, синяков не было. То есть вообще ничего. Я считаю, что это выдуманная им история о том, что якобы кто-то на него наехал, в частности Базилевич Николай Владимирович, это все вранье, чистейшей воды, чтобы выкрутиться и выйти сухим из воды. И следов на машине никаких нет, все это ГИБДД видит, и тем не менее продолжают это расследование. Вместо того, чтобы человека обвинить в ложном доносе, или как это называется, что тоже как бы преступление. Буквально через пару часов после госпитализации Глеба Латышева в поселок снова приехали полицейские. Правда, уже не участковые, а инспекторы ГИБДД. Мне удалось с ними встретиться на следующий день, то есть 1 августа. Они приехали сюда, в том числе приехал временно исполняющий ГИБДД Боровского района, находящийся в отпуске. Приехали на неслужебной машине с инспектором. И когда я подъехал, ну они позвонили, я говорю, по поводу чего вы хотите со мной встретиться? Мы хотим с вами встретиться по поводу ДТП. Я говорю, какого ДТП? Они говорят, ну вот, может быть, ДТП и не было, но вот хотим встретиться. Выходит, что история перевернулась ног на голову. И тот, кто получил по лицу, рискует стать виновником загадочного ДТП. Кто-нибудь дома есть? Ау! А была ли авария? Мы пытались спросить у самого Глеба Латышева или хотя бы его родственников. Но дверь журналистам не открыли. Позже на доме Латышева появился плакат с номером телефона. Мы позвонили, но и этот разговор едва ли прояснил ситуацию. Я отсказываюсь от комментариев там. Я думаю, у вас предостаточно комментариев там. То есть вам сказать в свою защиту нечего, да? Мне вообще нечего и не о чем даже говорить. Так все-таки было ДТП или не было 31 числа? Если я вам сейчас скажу, допустим, одно, может мне обернуться. Если я вам скажу другое, может еще кому-то обернуться. Поэтому я вам еще раз повторяю, я от комментариев отказываюсь. Если вы хотите просто со мной подискусировать, давайте встретимся и поговорим. Если вы хотите как-то репортаж какой-то, давайте тогда на официальном уровне в Калуге встретимся. Я вам дам интервью. Если вы готовы к пресс-конференции, значит, ваше самочувствие удовлетворительное сейчас. А что, я говорить не могу? Я же тоже с вами разговариваю. Причем здесь это? Опять вы мне видите, какие вопросы задаете. О том, что правда на стороне председателя ТСЖ, говорят все, кто знает пенсионера. А вот личность Латышева вызывает у местных жителей тревогу. Даже высказывали фразы угроз, я вас тут могу всех взорвать, я повреду сюда бригаду, я вообще, мне все море по колено. Кто из мужчин жертва? Сейчас разбираются полицейские. В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы происшествия дополнительные. Ведется административное расследование, в рамках которого будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Впрочем, надежды на справедливый исход расследования Николай Базилевич не теряет. Пенсионер уже обратился в прокуратуру и готов отстаивать свою правду. Екатерина Замахина, Сергей Магрецов, Обнинск ТВ, Боровский район. Обнинск готовится к празднованию Дня физкультурника. Программа подготовлена обширно, а основные действия будут проходить на городском стадионе. Утром состоится благотворительный легкоатлетический и велопробег «Дорога добра» от спортивного комплекса «Олимп» к стадиону «Труд», в котором могут принять участие спортсмены-легкоатлеты, а также все любители движения на велосипедах, роллерах, лыжероллерах. На стадионе соберутся команды, готовые не только показать себя в тестировании ГТО, но и принять участие в разнообразных турнирах и полюбившихся командных соревнованиях. Эстафетти, перетягивание автомобиля на время, перетягивание каната, турнире по мини-футболу, амрестлингу для мужчин и женщин, а также по русскому жиму. Гостей и участников также ждут показательные выступления спортивных и творческих коллективов и конкурсы-сюрпризы. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Выпуск новостей смотрите также на интернет-сайте телекомпании или на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго и прощаемся до завтра. Как всегда, программа выйдет в эфир в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин